Привет! Если вы считаете, что ваше тело тоже обладает сверхъестественной гибкостью, то в принципе можете попробовать повторить этот трюк. У меня даже близко не получилось. Кажется, мне удалось найти зверушку, с которого срисовали образ самого популярного покемона Пикачу. Перед вами австралийский поссум. И не говорите, что не похоже, не обманывайте себя. Видели таких японских кошечек с махающей лапой? Считается, что фигурка должна приносить удачу. А когда у кота такой бицепс, то и удача должна притягиваться как можно больше. Лайк от Фактории за золотого качка. Что такое поистине жаркое лето? Это когда воздух на улице раскаляется настолько, что предметы буквально начинают плавиться. В этот раз не повезло автомобильной шине. Такой стол у себя дома я бы точно не стал устанавливать. Мне кажется, что к нему совершенно нельзя привыкнуть. И каждый раз будешь пугаться в темноте, наткнувшись лишь на половину человека. Не знаю, что это за внезапная сходка Рональдов-Макдональдов. Остался только вопрос, они так смотрят и улыбаются к добру, или же все-таки к чему-то плохому. Это те самые руки, которые будут всю дорогу держать самое дорогое, что у тебя есть в твоей жизни. Насчет удобства не уверен, но выглядит забавно. Видели какую-нибудь сумасшедшую модернизацию привычных вещей? Присылайте ее по ссылкам в описании под этим выпуском. Цвет, который отражается от дверного глазка, подсвечивает радугой эту ручку, и создается впечатление, будто в ней заключена целая вселенная. У нас на рабочем месте есть достаточно вместительный холодильник, да и в принципе просторная обеденная зона. Но один из моих коллег все равно не перестает оставлять свой обед в обуви. Да, это на самом деле функционирующий писсуар, но воспользоваться им сможет разве что очень худой человек. Некоторые не протиснутся здесь даже боком. Перед вами огурец. И нет ни какой-то новый экспериментальный сорт. Просто так он выглядит под ультрафиолетом. Можете выключать свои интернеты полезнее, информации уже не будет. Это устройство с туалетной бумагой было найдено на просторах Китая. Прежде чем получить у него бумагу, вам придется посмотреть рекламу, перейдя по ссылке. Дожили! Вы можете подумать, что внутри такой яркой банки определенно находится какая-нибудь сладкая газировка. Но нет, в таком виде продаются соусы. Чем их не устраивали привычные упаковки, непонятно. Сейчас у вас появится еще одна фобия. Вот что произошло с телефоном после того, как его оставили на всю ночь на зарядке. Как это делали и прежде, абсолютно каждый день. У вас когда-нибудь было желание купить какой-нибудь странный шампунь? Например, чтобы волосы пахли, скажем, чесноком. Если да, то радуйтесь, потому что теперь и такой товар можно найти на прилавках. Вы бы точно не захотели, чтобы вам потребовалось узнать информацию с этого указателя. Потому что он провалился в текстуры, из-за чего нельзя прочесть все целиком. Знаете, а ведь это именно тот самый случай, когда татуировка выглядит и ужасно, и прекрасно, одновременно. Я уже представил боевой клич «Во имя Луны» в его исполнении. Периодическая таблица химических элементов, внутри которой находятся все элементы в соответствии со своим номером. Ну, разумеется, за исключением радиоактивных. Встречали когда-нибудь человека, который не любит фисташки? Да, таких точно не может существовать, но речь не об этом. Ведь именно так выглядят фисташки до попадания в магазин. Космос опасен не только из-за отсутствия в нем воздуха и не только из-за высокой радиации. Вот что случается с блоком алюминия, когда в него попадает космический мусор массой 14 грамм, который летел со скоростью 24 тысячи километров в час. Почему мороженое обязательно должно быть сладким? Странный стереотип. И, наконец, нашелся человек, нарушивший его. Он превратил в мороженое обычный куриный суп. Уже давно пользуемся услугами одного и того же врача всей семьей. И вот одна из причин. Недавно он повесил у себя в кабинете физиологическую схему лего-человечка. Этот знак «Стоп» настолько старый, что со временем он начал выглядеть словно логотип какой-то хэви-метал-группы. Да, это задумывалось не специально. Не обязательно готовить что-то фантастическое, чтобы у тебя были клиенты. Можно сам процесс сделать необычным. Этот парень готовит пиццу в трещинах вулкана. Человечество уже давно пришло к тому, что самая практичная форма лифта – форма прямоугольника. Но иногда все-таки с ними пытаются экспериментировать. Перед вами треугольный лифт. Фактория тоже впервые с подобным сталкивается. Знаете этих людей, которые обожают, чтобы у них на одежде было как можно больше карманов? Мне удалось найти идеальную кофту для них. А что, выглядит очень даже модненько. Разве нет? Это невероятное и зловещее творение природы – бабочка, которая называется бражник-мертвая голова. Название такое же жуткое, как и сам ее вид. Так что, в принципе, никаких претензий у меня к нему и нет. Если в воду с цветами добавить пищевых красителей, то спустя некоторое время на бутоне начнут проявляться эти цвета. На белых розах эффект заметить проще всего. Природа периодически оставляет нам бессмысленные, но забавные пасхалки. В этот раз на яблоке случайным образом появился портрет верблюда. В магазинах с музыкальными инструментами тоже бывают акции. Правда, они немного не такие, к каким мы привыкли. Мне кажется, у этой скрипки есть очень интересная предыстория. Грузовой вертолет, с помощью которого устанавливают холодильные установки. Кажется, будто бы он залагал и не до конца прогрузился. Видели что-то похожее? Присылайте мне свои фото. Решаешь охладиться при помощи вкусной мороженки. И выясняется, что огромной жабе эта идея пришла гораздо раньше. Наверное, если копнуть глубже, то можно и потомство найти. Обратите внимание на нижний балкон. Да, у кого-то там стоит настоящий автомобиль. Зачем его здесь оставили, это не главный вопрос. А главный – как? Как они это сделали? Вам может показаться, что, чтобы завладеть яхтой, нужно быть миллионером. Но нет, существуют и бюджетные варианты. Правда, их приходится собирать своими руками. Дерево, которое решило отойти от всех законов нашей вселенной и просто начало расти из моста. Стремление к жизни, которому можно позавидовать. Сразу несколько видов насекомых, которые маскируются под листья и палочки. Годы эволюции, благодаря которым они могут в дикой природе оставаться полностью незаметными. Если это сделано из настоящих кирпичей, то мне бы хотелось пожать руку мастеру, который трудился над этими колоннами. Его работу можно сравнить с произведениями искусства. Сперва может показаться, что это сердце, из которого выкачали всю кровь. Но все не настолько кошмарненько. Это раковина, к которой прилипли ракушки. Нашли чудный объект во время прогулки по пляжу. Когда в дерево попадает молния, то оно начинает сгорать изнутри. В этом случае все именно так и произошло. Но дерево не сдалось и выжило. Об этом можно судить по зеленым веткам с обратной стороны. Когда стационарные телефоны были еще популярны, мы могли с их помощью выражать себя, обустраивая интерьер в своем жилище. Этому бы обрадовался любитель плотно заправлять кетчупом любое блюдо. Этот шмель присял отдохнуть у меня на обуви. Будто бы специально подобрал самое подходящее место для посадки. Я сперва даже не поверил своим глазам. Мы с моим братом решили остановиться у фотобудки. На двух верхних снимках наши руки идеально совпали. И нет, такое делать не планировалось. Получилось как-то само по себе. Почему-то в голове сразу рисуется образ, будто это столб дыма, который после взрыва поднимается с ладони вверх, как ядерный гриб. Но на самом деле это просто цветная капуста. В Макдональдсах разных стран есть свои особенности. Этот снимок был сделан во Франции, и здесь можно купить многоразовую посуду для картошечки фри. Тень настолько идеально выровнялась чётко по столбу, что создаётся впечатление, будто в одной фотографии соединили сразу два мира. Но на кадре нет ни грамма фотошопа. Фактория постоянно сталкивается со странностями в супермаркетах. Очередная из них – дегустация кошачьего корма. И кто это должен пробовать? Или надо с собой приносить питомцев? Возможно, вы раньше смеялись, когда встречали такие автомобили в жизни или в интернете. Но, наконец, найдена ситуация, в которой они действительно оказались полезны. Секрет безумного тюнинга раскрыт. Теперь вы знаете, что находится внутри шлангов, если с них снять верхний слой. Хоть его и можно считать испорченным, но выглядит всё равно интересно. Мой брат сделал эту фотографию в одном спортивном центре. В такой абсурд без снимка в качестве доказательств слишком сложно поверить. Логичное объяснение необычной раковине я так и не нашёл. Кто-то не смог подобрать дверь по размеру, поэтому решил просто отпилить нижнюю часть. Может, стоило избавляться от верхней? Чтобы не пришлось наклоняться к ручке каждый раз. Выбери следующее видео для просмотра. Спасибо! Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...